Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, как штраф ТЦК и СП может увеличиться в два раза. Итак, моделируем ситуацию. Вы сидите дома, живете своей жизнью, ничего не знаете, а где-то там происходит совсем другое. Где-то там ТЦК и СП по каким-то причинам решили, что вы являетесь нарушителем. Совершили административное правонарушение, предусмотренное статьей 210 либо 210 прим. То есть нарушили правила воинского учета, либо же нарушили законодательство о мобилизации. По каким это причинам произошло, неважно. Возможно, вам в почту когда-то закидывали повестку и вы не увидели ее, но ТЦК и СП решил, что вы получили эту повестку и что вы уклонист. Как мы с вами знаем, на практике такие ситуации бывали, есть соответствующие решения суда. И ничего нового в этом по сути нет. И это может повториться и может случиться с вами. Итак, вы сидите, а там где-то ТЦК привлекает вас к административной ответственности. Не будем говорить о том, что этого не должно быть. Мы рассматриваем гипотетическую ситуацию и рассматриваем наихудший вариант развития событий. И что они делают? Они выносят постановление о привлечении к административной ответственности. По закону, конечно, они должны были вас уведомить, конечно, должны были направить вам это постановление. Но представим, они этого не сделали. И вот нежданно-негаданно вы узнаете, что у вас есть штраф. И этот штраф вам приходит в ДИЮ. А если быть точнее, вам придет в ДИЮ не штраф, а исполнительное производство, которое уже открыла исполнительная служба. И вот на этом этапе вы узнаете, что у вас есть штраф. Так почему же я говорю, что этот штраф будет уже в двойном размере? А потому что у нас есть кодекс о административных правонарушениях, где в статье 308 именно это и сказано. Давайте обратимся к закону. Вот это статья 308. И в ней, в части первой, сказано, что у рази несплаты правопорушникам штрафу у строк, установленный частину первой статьи 307 цього кодексу, постанова про накладывание штрафу, нацелается для примусового выконания до органа Державной выконавчей службы. И для нас теперь вопрос, а какой срок, какой вот этот срок сплаты штрафу? А он, как мы видим, установлен в статье 307. В статье 307 написано, что штраф мая будто сплаченный порушником не позже, как через 15 дней, с дня вручения ему постановы про накладывание штрафа. А в разе оскаржения такой постановы не позже, как через 15 дней, с дня поведомления про залишение скарги без задоволения. То есть, в течение 15 дней человек должен оплатить штраф. Но в течение 15 дней, с момента вручения постановы, но мы же здесь рассматриваем самую плохую ситуацию, что вам постанову не вручили. Что будет в этой ситуации? В этой ситуации ТЦК ЕСП в соответствии со статьей 308 КУПАП направит эту постанову исполнительной службе. Исполнительная служба откроет исполнительное производство, которое придет вам уже в ДИЮ, и штраф будет в двойном размере. Почему? Потому что вот здесь именно это и сказано. Часть 2 ст. 308 КУПАП. У порядку примусового виконания постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушения спорушника стягується подвійный розмір штрафу, вызначенный у відповідной статті цього кодекса та зазначенного у постанові про стягнення штрафу. Вот четкое предписання закона, причем обращаю ваше внимание, это не что-то новое, это давно уже работающая норма, она прописана не специально под ТЦК ЕСП, это давно так государство определило. Не платишь штраф, то в двойном размере ты должен будеш его оплатить. Мы взыщем с тебя принудительно. Ну и здесь есть еще витраты на облик зазначенных правопорушень, но по факту будут не оці витраты розмір яких, визначая кабмин, будет дополнительно еще другое. А что будет? А будет виконавчий збір. Законом про виконавчий провадження установлено, что виконавчий збір стягується державным виконавцем у розмірі 10% сумы, що підлягає промисловому стягненню, з боржняка, відповідно. То есть с человека помімо штрафа, помімо двойного размера штрафа, будет взыскиваться еще и исполнительный сбор в размере 10%. Напомню, что мы с вами моделируем гипотетическую и самую плохую ситуацию, самый плохой вариант развития событий. Эти нормы предусмотрены законом, то есть здесь даже нельзя сказать, что это постанова, незакон и все такое. Здесь законом это урегулировано. И, соответственно, человеку в этой ситуации будет что? Ну, во-первых, если открыли исполнительное производство, это значит, что счета заблокированы, имущество арестовано. И у человека два варианта. Либо обжаловать это в суд, либо идти платить, а потом обжаловать в суд. Потому что, если человека не уведомили о том, что рассматривали административное дело, если не уведомили о принятом решении, это однозначно основание для того, чтобы это решение отменить, чтобы отменить постанову о наложении административного штрафа. Также хочу отметить такой момент, что человек заранее, вот кроме как путем уведомления ТЦК и СП, не может узнать, есть у него штраф или нет. То есть, как с нарушением ПДД не работает система, не придет в ДИЮ сам штраф. К сожалению. И нет реестра, в котором можно было бы посмотреть этот штраф. То есть, здесь все, мы полагаемся только на действия ТЦК и СП. Если они отправят нам письмо, то мы узнаем, что есть штраф. Если не отправили, то мы знать не знаем, не ведаем, что есть штраф. По закону, естественно, они должны уведомлять и о рассмотрении дела, и о наложении штрафа. Соответственно, если этого не произошло, то человек узнает о том, что штраф появился только тогда, когда в ДИИ придет ему информация о том, что открыто исполнительное производство. И в любом случае, здесь человек имеет право на оспаривание. То есть, тот факт, что человека не уведомили о том, что его вызывают на рассмотрение дела. Тот факт, что его не уведомили после вынесения дела. Это то, что ляжет в основу иска об отмене вот этой постановы о административном правонарушении. Но это уже следующий этап. Это потом. А так, вот при такой ситуации, человек может получить штраф, грубо говоря, не выходя из дому. Ну и, кстати, точно так же может быть потом в дальнейшем ТЦК и ИСП работать законно, но законно в каком случае это все будет. Например, если человек не обновил данные в течение 60 дней, это админ правонарушение. Далее, ТЦК отправляет ему вот ту вымогу, человек не делает ничего. Дальше ТЦК может по почте уведомить о том, что рассматривается дело о админ правонарушении. Если человек не явился, могут рассмотреть принадлежащим уведомлении и дальше вынести постанову. И если эту постанову направят по адресу, по которому человек зарегистрирован, а, например, он там не проживает, то человек снова не сможет узнать о том, что есть эта постанова. И в итоге будет вот этот штраф в двойном размере. И обращаю внимание, если математически подсчитать, если будет самый большой штраф 25500, умножаем на 2, это 51 тысяча и плюс к этому еще 10%. И мы выходим на сумму 56 тысяч. Вот тот штраф, который человеку нужно будет оплатить, чтобы разблокировали его счета, чтобы сняли арест. Ну, либо оспаривать, и если будет отменен этот штраф, тоже счета будут разблокированы, арест будет с имущества снят. Вот таким образом могут развиваться события. Обращаю, это самый такой наихудший вариант. Но, тем не менее, считаю необходимым донести его до вас, чтобы, ну, знаете как, по принципу предупрежден, значит вооружен. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к этому ролику. На этом у меня все. Я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Продолжение следует...